а вот красненькая загорелась запись запись она пошла и цифры видишь вижу вот теперь они мелькает держи на экран смотри рукой не закрывает вы откуда приехали немножко я не буду надевать аппарат кемеровской области кемертау знаю так может быть даже и надену этот у меня аппарат есть слуховой не вот но брата то михаила с вами приехал кальмаев мы знаем уже несколько лет господь нас близко свел у нас одинаковое понятие о спасении и он приезжал нас принимал крещение потом приезжала с ним сестранина может быть знаете и вот потом мама его приняла крещение было там еще галина так что он у нас не посторонний человек и вот он не стала рассказывать что я говорю человек приехал креститься на вас если крестить все огры значит тогда вы за него поручителем дел да нет его и стал говорить это у него такие признаки там беснование и его соглашенными я не не пропустил мимо я говорю ну расскажи какие признаки ну и теперь михаил не говорит какие признаки ты говорил ну во первых это что тот раз это кодил батюшка отец сергий выбил у него кодила из рук помнишь сергей чем это было вызвано как как это получат нечаянно или просто вы умышленно они помнят может быть и не было этого было какой батюшка отец сергий ходил без шапки и в холодную воду тебя все время тянуло так подожди ходил без шапки ну и что что не ходила выбила из рук этого не было я не помню так верить кому вам или я без шапки ходил без шапки ходил я занимался холодной водой да да сначала я болел хондрозом меня гнуло как бы это согнет вот тянули так это потяжу уже разогнуться не могу выпрямить спину я стал обливаться холодной водой а потом это на работе в котельной работа души под холодной водой стоял и ну и как бы это дошло до того чтобы мне было приятно просто холодная вода я ходил без шапки в общем это так и вот она легкая я говорю скажи а в чем это выражается у него беснование то и он в это все называют я говорю ничего в этом нету святые которых прославляет церковь они босиком ходили как иринар ростовский правда отморозил пальцы да и другие у меня близкие знакомые которым всегда ходить без шапки хотят для обыкновенного человека не наделенного вот такими качествами это вредно влияет на голову большой холод у меня еще давление слабо а татура сжимается ну да вот второе что внутри у вас что-то огонь какой-то или теплота или что-то ну что это признак какой я говорю у меня есть жрога я пью березовку кислую но я знаю как с жрогой бороться я свой способ на и сухарь сухой жевать без воды больше ничего не надо сможет маленьком все она все поглощает никогда соды только не пытайся внутри глушить соды пока она в стакане кислая там ты можешь кислоту шибите и дать реакцию я говорю это тоже никакое небеснование еще что ты говорил еще о людях которые тебя как бы ты говоришь что они понимают что твои мысли как будто у меня есть благодать да они обманом не только говорят да а якобы спутчивый такой не теряю благодать и они как ну вот пацан какой-то обман как у вас какое образование у меня 9 классов и училище училище какое ну электрика учился на электрика на электрика в школе учились вас никаких заскоков не было нормально вот теперь тут видите несколько сразу таких вопросов мысли так бог же открывается нет ну да она например стоит там среди людей да и говорит то что я думаю о мне замысл к но я не думаю она просто мне приходит замысл как бы нечаянно да она говорит как будто но как бы как бы сказать это было пускать а вот я говорю проповедь и говорю проповедь по слову божию человек тот про меня говорил все это батюшка тайную исповедь игнатию открыл а батюшкой чего бы он открывал еще мне узнавать а я просто говорил по писанию а его это тронуло но тут оказался один священник еще был он подошел и говорит там у миша а я подумал что игнатий про меня говорит слово божие всех касается ну а он думает я его мысли читаю у меня на меня что угодно там одна придумала я на кухне там являются бесы это игнатий на меня бесов наслал тут один был потеряевки но он смехнулся уехал и вот он у него комары там за игорем там дальше в низинке комаров много это игнатий на меня наслал комаров ему в огороде поселился кукрот ну и роет все он его евражкой зовет это игнатий на меня наслал и заперся никого не пускает сидит но это явно еще человек ненормально мыслит она я не стал доказывать ему евражку взял капкан пошел поставил поймал его и засыпал все это и землю разровнял вылазь и горы евражки уже нету нигде а я всю жизнь это то сусликов ловил то другое знаю надо рассмотреть внимательно бывает человек на себя напускает что-то вот думает от него отнимать отнимать никто не может а теряется теряется по нашей вине янглатаус говорит такие слова если ты себе не вредишь тебя никто не может повредить а в другом месте не я не бог тебе не поможет если ты себе не поможешь но это но в общем-то к одному клонит все тебе дано и ты разберись в этом вы многое могли напустить а потом в этом утвердиться и он мне говорил о ваших какие признаки я ни в одном признаке не увидел вашей ненормальности у меня есть пьянство да я как бы сказать не постоянно я вот пить я вот например паучку да магазин зайду да а меня враг и до этого мучает всякое там внутри хоть маленько выпить там это не обязательно напивать а маленько только это но я сначала понимаешь что это да что враг меня мучает а потом до того что у меня как бы мозги отрубаются и магазин зайду а там такая ну как бы такое что это ну маленький тело ну как бы и вот это она меня просто убивает этот лукавого лукавого но это не обеснование хотя по большой форме себя разобрать то она очень близко к этому вот это вот уже касается но это касается каждого греха когда враг сделать толкни его пхни его ножом от его за за лимон там по уху но бывает такой да и сергей расскажи почему ты периодически смеешься про себя что интересе стоишь сидишь ну вот ну какие мысли вот сегодня на вокзале вчера вернее на вокзале что было когда мы увидели карасук ты почему засмеялся ну как не рассмеялся ты рассмеялся нет например читаю писание да и вы вижу писание как бы это но не только что то что касается например начало предложения до записи да а ну там дальше это например ну как бы сказать ну паски и страсти да и там как бы так получается что как бы но она говорит это но отчленика ну как бы что-то связано связь есть насколько она пусть роддельно там это на суд я просто глянулся но просто кара да и вот это последний ну думаю я меня как бы это я ничего не думал это такой просто мысль лука во мне может даже было ну я так это может он разделил получил два слова и в них он увидел другой смысл чем есть ничего в этом нет это говорит как раз о том что у него и воображение работает иногда я не смог не могу это но держать себя я понимаю что это не надо да вот например на похоронах там надо как бы это вести себя ну прилично да ну да а вот как будто у него такой смех может ну лукавый наверное смех да а как смех или как прямо как хохочете или просто улыбнулись у меня один раз действие было я просто или два раза было я засмеялся но были похоронах все мрачные такие а меня смех разобрал я просто не могу ну как бы а почему не знаю я конечно не связывался я бы потом это как бы это когда маленький был у меня как бы совесть не так работал а когда уже взрослый пустая армия был тут мне конечно стыдно было что не должен был я как бы это засмеялся а я засмеялся хотя ну там вина может и на мне было это ну там как сказать мы два братца были да два братца были и их два братца близнеца были поехали на рыбалку один был у нас эпилептий страдал ну и как бы сказать мы начали там рыбу ловить ну играть как бы это они сюда армии были а я после армии пришел ну там рыбу ловили а он ушел от нас это примерно метров пятьдесят сто вверх по речке и там рыбу ловил а начался дождь мы под дождем спрятались а про него то и забыли в общем это а когда схватили два часа искать а он с ним случился приступ он упал в воду но мы искали как бы везде я мой брату говорю пойдем в камень какой-то ну в речке то может это он ну как бы нас никто не хотел поверить что это он понимаете но когда подошли то вот и вон и лежит там это а это как бы сказать братцы говорили что не трогай его руками я хотел его не трогай его руками потому что у них в пелевсе болела дочь и она повешилась и вот этот который снял ее с петель он заболел такой же болезнь в пелевсе и вот как бы этот брат ну поэтому то и сказал так это чтобы не перешли не прилипла к вам его болезнь да ну а люди задумали что я взрослая а вещь не мог там вытащить там ну как бы это ну хотя я милиция меня вызывала меня объяснял все эти что ну как было ну не вытащили его да почему нет мы не вытащили он уже съездил это вызвал отца милиции он же мертвый был на два часа на том как бы это есть статья что не помню не помог в беде человеку который мог погибнуть даже статья такая а о том что он мертвый было не вытащил я такой статьи не знаю опять же ничего тут особенного нету важность он говорит что засмеялся такое мнение ничего нет в этом и даже когда вытащит а потом а ты брался твои следы на нем ты убил и ты пожалеешь что его и брал мертвого под печатком пальцев начнут придумать что ты его убил я в этом еще опять же не вижу я почему сказал что рассмеялся есть внезапный смех у меня да который я ну не могу с тобой просто удержать себя вот меня злоба сильно раздражает до дома я когда-то например молюсь помолюсь молиться какие-то почитаю да например у тебя потом идет какое-то искушение ну лукавая да мне надо претерпеть его оно связано не то что со мной да а например кошки или собака там ну чё-нибудь и обязательно что-нибудь так что у меня с кинословия вылетать я как бы ну духовно падаю и духовно падаю и хорошие слова говорите с кинословия да да это негодяйца это уже это уже очень серьезно я понимаю уже всякое слово гнилое человек даст ответ а то что приходит и вам вы улыбнулись где-то в этом нет ничего я говорю не просто улыбнулся мысли я тебя спрашивал о чем ты почему смеешься ты говоришь это я нехорошее что-то думаю нельзя говорить этого ты же так сказал люди стояли что я буду говорить как бы правильно и опять еще в этом нет я посмотрел я ему сказал кара сука а он подумал что кара придет кара на всех которые живут как суки я бы ничего там не увидел у него у него воображение развита а воображение то первое качество лидера так что но ты подробнее расскажи о том как это люди где на тебя воздействует или кажется что вас или кажется что воздействует и когда говоришь сам руку отдаляй и на себя поворачиваю что видно было кто-то и объяснили просто какое когда это говорила на вытянутую полную руку потом поворачивать но и вам кажется что люди которые смотрят на вас или что-то и от вас как бы благодать отнимают уменьшают про это я говорил ну просто они обман делают да смеются как бы обманом как бы мне мне объясню у меня собака да и она постоянно я только в огород включусь это делать что-нибудь да она начинает лаять прямо там рваться вид у нее как овчарки в собаке там и лаят и лаят но она такая что и на собаку может лаят хоть на кошку а лаят на вас нет лаят на постороннюю как будто мне надо вернуться там что-то воруют да ну быстро внушают мне эти там я постоянно закрываю замки как бы это ну вот дома пошел закрылась совершенно нормальное явление ну ну а люди задумают у них что открыться да у нас ничего не воруют а ты-то что закрываешь это написано где много рук вешать замок вы делаете прямо по писать я вас и ваши книги то читаю постоянно да но я выбирать меня касается интересно такое так сергей если больше ничего не можете сказать я вас не выпытываю может вас что-то беспокоит вам уже я скажу конечно вам нужно встретиться с отцом и акимом у вас нет препятствий для крещения и никакого объяснования может даже близко не было ни в чем не выражается нигде нету и что он не говорит это свойственно человеку даже необыкновенной может быть впечатлительности он думает что так научен этот научение и человек думает отнимут от него что-то где-то подозрительность такое качество показал у вас но подозрительность не хорошая подозрительность больше всего разлучает друзей златоуз говорит начинает думать а то он назрел с ним дружу а вот он дальше и наворачивает и наконец я больше с ним встречаться не буду это не годится но это и не беснование мы говорим сейчас о более ужасном если человек бесноватый то его не допускать до крещения и не причащать это слишком слишком большое но вот судя по тому что брат михаил говорил и вы я не нашел из того что я знаю чтобы увидеть что у вас именно то беснование которое попадает под епидемию что вы не можете причащаться до смертного часа и только тогда ничего нету это свойство нормального совершенно здравого человека собака залаяла ему кажется кто-то лезет дали все воры я все время так думаю и закрываетесь что его собака дальше залаяли посмотри еще наладит шарик то коров прогнали оба это сейчас шла в девочка шла он на нее завалил я ему сразу косточки рыбьи вытащил и погладил хорошо шарик она для нас чужая хотя он своих детей всех лагеря знает умнейший пес так вот если еще такого больше у вас нет как бы это плоские мысли да как вот как будто прикасается к члену да и кого-то такое чувство как будто начинается это ну воздействовать это ну мучает это мучает мучает потом это а если ну как бы скверно появится да я не смогу ее ну вовремя смыть я становлюсь злобный прямо это ну неодержимым просто оказывается смою все тогда ну вы мне просто меня как бы все это проходит да и вот я такая вот это относительно того что становится злобным это уже совершенно на кого на кого на меня ну просто мысли мысли находят какие-то да и вот становлюсь просто как бы но сразу молитву сотвори все господи я грешен зачем я буду думать это не родится лена ленивый подобен воловьему помету корова оправилась где-то вот подобен этой лепешки зачем вам это приходят мысли вы одерживаете победу вы молитесь крепко пост объявляете и это ваша награда награда этого не надо бояться нам сатаной дано не только бороться но и побеждать и послание криминам 16 глава 20 стих написано и бог сокрушит вскоре сатану под ноги ваши сокрушит разобьет голову его а те семени жены дано поражать его в голову а он будет жалить в питон тебе жалит мысли разные подкидывает а ты его я верю кровь христа меня очистила ты во мне не имеешь никакой власти я искуплен христом он умер за меня на голгофском кресте сгинь сатана заклинаю именем господа бога иди в свое место проклятое где тебя мучает уже огонь вечный все прямо прямо сатане а утром выходишь и двери подойди только сразу совершить крестное ознамение и скажи отрекай сатаны и всех дел его всей гордыни у всех ангелов его смело открывай впереди перекосил и на этом все ничего больше не думай люди идут улыбнулся поклонился поздоровался если можно да и на тихоныч сергей дмитриевич я так понял что он не может справиться с этими помыслами он не может не с ними бороться бороться в они не то что не может он говорил он как в рабстве потом а вот что победу одержать но я не знаю кто бы сказали вы знаете таких людей которые мысленно молитве не никакие не приходят посторонние я не знаю и я от этого не избавился но я знаю как бороться вот считаю живые помощи нормально все до воскреснет бог считаю уже в постели и позевнул но я очень осторожен я подумал как так такая молитва против демонов а я позеваю может я бесноватый я сам себе это сразу начинаю вторично считать у меня как огонь какой внутри а бывает до трех раз это ему уже не позевать он уже не рад сатана что подошел и связался и все потом заметил на царю небесно чего мой организм просто в натяг идет иногда вот я просыпаю в три часа ложусь когда обычно в 4 40 всегда стоим позже нет и поэтому я сижу у меня плечо зазуделась как мурашей туда насыпали но я знаю что то такое я подошел по врачу здесь она у нас я говорю что это такое вот это наговорит сердце я обращаюсь другому врачу он говорит сердце все-таки дайте умаленько отдохнуть они знают в каком напряжении живу во сколько ложусь и пилю и все время каш кашу а сердце чувствую захлебывается я тогда сяду где-то и маленько посижу то есть мне давно пора уже переходить на ритм 77 год а я все еще с ребятишками на голубяки на велосипедах еще гонки устрою мне все это интересно увидели сегодня как я с ребятишками то сколько этих поднять там эти из дерева садить а ведь я рискую ребенок убился из дерева упал это не год не два я сорок четвертый год с ними вожусь а их было то не по 25 человек один раз на костре посчитал только было 120 человек так это не день не два тем более я верующий и сколько за мной уголовных дел воздвигали что я детей там избивают садисты и что-то не было комиссия врачи исследуют прокуратура ничего нет и помпрокурора здесь была она потом отследовала и готовы моего ребенка возьмете в лагерь а другая при уже в городе было пришла с сыном она верта можно с кем-то поговорить его ну побудьте у нас обед был обедали говорят что же не беседовать а чего беседовать большая семья одна то есть мы открыты все но это дается очень даже не просто это вот это давление в девяносто девятом году за лето у нас было 15 краевых комиссий комиссии а там и прокуратура и милиции пожарники и санэпидемстанция и все на меня сразу воздвигли одновременно два уголовных дела а два уголовных дела в краевой прокуратуре это уже не игрушки статья за статьей в газетах они поставили тут фильм и все против конечно сердце то одно я вооружился мыслью со мной господь а их много большинство там где бог а бог а потом я вернулся созвонился я говорю вы же говорили неправду вы должны принести называется сатисфакции извинения еще чего я подал в суд и все выиграл представь все суды выигранные им присудили выплатить мне за моральный вред за подрыв деловой репутации и дали указание телевидению вот в 2 20 днем самое такое время показать по телевидению опровержения так оттуда при приехал заместитель ну отзовите свое мы поставим о вас хороший такой фильм поедем я бы еще не были в лагере уже хороший я уже не доверяю мне не надо хороший мне нужна правда правда да как я говорю это считается грубо можно было не так вот михаил сидит перед вами он книга это пленка ему попала так я говорю да так говорите и так и потом попала книга и он понял мысли сходятся и позвонил и по голосу узнал что то я вот там не знал кто автор то а можно приехать я говорю зачем мы не вербуем это у тебя книга я считай тебя удивило это да представь себе мы я не так обращаюсь как другие другой там ухватил собой да и так нам до человек бог привлекает вторично позвонил кажется я опять ему отказал а потом вижу настойчивый но и встретились теперь принял крещение нынче сейчас при с украины приехал в прошлом году три раза звонила три раза ему сказал даже не звони никак прошло время он еще раз позвонил я ему сказал вот подойди к милиции где ты находишься борисполь гол город украина и подойди где написано таблица и вот так подними руку и чтобы видна была надпись я проверю в каком городе ты живешь а потом поди к военкомату подними вот так руку и чтобы видно было гор военкомат там ли ты живешь что он мгновенно прислал я вижу надо разговаривать я готова копию паспорта копси копию трудовой военного он выслал и мы разрешили ему приехать он лагерь работает но я очень осторожен его осторожность когда он собака она мне нравится это похоже как у меня меня это была сильная прелесть все мы повенчались без начал меня искушать плоски на чтобы жену синиться жена ни в какую и я стал искушать его плоски как именно ну чтобы я с ней ну переспал ну так она жена ваша ну жена все правильно да она ни в какую она полгода меня как бы это ничего надо было оказать любовь внимание ты же не косоглаза никакой тебя все черты профессиональные у меня началась прелесть просто там языка обыскать и помните было ли этого у лермонтова как он какими подарками любовь мужчина слабое создание получается женщины тоже надо иметь подход ревность и сидор пилосиот говорит женщины чем строже ты обращаешься тем она привязана к тебе а ты тут маленько расслаб она видит она может играть а играть то и нечем вот но это смотри на ее слабости позаботься у ваш где-то где-то мы уже развелись 18 лет развелись но это худо разводиться всегда худо она она детьми живет ну у меня это не касается я просто хотел попутно сказать ничего в этом тоже нету ничего я знаю такие которые вот так же жена не допускала было я в интернете прочитал ну она мужа любит очень а мужа к себе не допускают у нее очень сильные боли после полового акта она прямо из себя и поэтому ей сделали очень сложную операцию там что-то врачи там она хотела чтобы мужа не допускает он понять не может что случилось но я это не помогло и она его любит и и теряет но когда она ему рассказала что это доставляет ей боль как он сокрушался да почему что не сказала да я бы даже забыл про это я могу жить без этого главное чтобы ты не болела ты была веселая ты была радостная считаешь насколько приятно это человек себя смирил но я не знаю когда в больницу попал я вдруг думала так что вот ничего я пока не нашел я не следователь а просто беседую как с человеком который приехал сегодня к нам потеряевку я хочу чем-то быть для него полезен поэтому к батюшке вот еще один это сергей дмитриевич расскажи почему тебе легче на всеночной а на воскресной литургии тяжелее просто нету людей на всеночной мало людей приходит я стою как-то это ну как-то враг мне но малюсится то слышу как бы по своим возможно я тоже глуховацей службу ну как понимаю слышу это а когда много людей да не тяжело потому что ну вот тоже с женой связано я раньше ревновал да женой ревновал а потом матери божией просил как бы это но матерь божией я вот жену то истезую что я мне даже жалко самому я сам не понимаю что со мной приходит накажи меня как-нибудь это и наказание прислоном меняется как бы сказать но осталось в шахте меня завалило и штаками там и все ну одна голова осталась я выжил это а потом это ну на работу везли шахтеров и команд стороны дороге и шофер ну туман был он увидел прямо рядом и успел и а это борту отвернула как бы задним этим бортом собралась и сиденья и я там ну 10 человек например шахтером ноги поломала вот так вот сиденьями а я вышел опять живой это он за счет а зацепился он это одну сторону снес на страничная машина камаз на дороге автобус то увидел в тумане и не делал камаз не умел вернуть да не успел и бортом бортом с нее сторону но это еще никого не убила только ноги поломала вот а в новосибирске у них у него лесовоз шел в эту откинула в сторону то которая стоит балка то придерживается и он автобус шел так и снес все сразу все мертвы ужасно как ну тут как игнать игнать тихоныч почему тяжело ему воскресенье почему это понимаю я начало каждый бес искушали а я просто объясню это ну вот это понимаете такой фильтр что такое а у меня начал как бы но вот когда люди появляются да у меня так такой находит его начинать разжиматься ну как бы а вы как-то ведете себя так как на два неадекватно что-то делать и кричите там или что-то такое есть чтобы закричали там нет я ничего понимаешь это во первых это внутренне он это чувствует столько он претерпел и в шахте что было и в семейной жизни это наложило свой отпечаток вам не не психиатр нужно хороший священник чтобы побеседовали и вот это что до себя напускаете думаете мысли там отойдите от этого мы же молимся и не веди нас в искушение раз молимся значит они есть иначе зачем вы молились хлеб насущий дай нам что бога он есть и мы в нем нуждаемся он дает а тут наоборот не веди отталкиваем и поэтому это постоянно будет а может так сказать нет искушения нет искушения тогда очень аж можно не считать за может до чего дойти-то разговор у меня нет искушения зачем я буду не веди в искушение они были искушение двух родов искушение от бога искушение от человеков от бога только два искушения болезнь бог посылает и гонение остальное человека думает напускают чего даже и нету мнительность называется так что вы сейчас кем живете не один сколько лет вам не 55 но один живет понимаете он сам соку варится вам нужно чтобы с кем-то вы были вот это особенно настораживает когда у вас не хорошие слова это что заходит и выпить вот два главных момента и надо чтобы кто-то был рядом у меня были такие у меня лекарство очень простое я говорю заканчивай дела и переходи ко мне на квартиру и со мной вместе жить вместе будем молиться 7 раз в день ночью молиться вместе то он неделю прожил как шелка вышел ничего нету говорит разметали в пух и прах сатана бежал говорит закрыв лицо руками он ничего не мог сделать и у меня никаких средств нету у человек говорит меня замучила вот там кто там у него гипертония что-то но я вижу что у него килограмм 50 лишнего веса я ему начинаю нахваливать врача одного врач который может лечить а где он и грун перед вами сидит а как я перевожу на галатийскую систему ты будешь со мной вместе работать лопатой копаю землю или косой кашу траву а это не просто так все всем делом то где-то и питаться будешь вместе со мной что я то и ты по весу твоему из тебя все это схлынет и все простое лекарство подражайте мне как я христу павел говорит а что-то рецепты кремлевская диета какая-то мы я этого не знаю я знаю пост и молитва другого оружия нам не дано а монахи придумали послушание выше поста и молитвы этот сатаны против сатаны одно оружие поста молитва а кто-то где-то говорит нет есть что-то выше поста молитвы после молитвы не за кто тот кого бьют этим оружием он и говорит этот сатаны что послушание выше поста молитвы это сатана придумал против сатаны пост и молитвы и против поста и молитвы может говорить только сатана потому что главная убойная сила артиллерии против него и он говорит послушанием замените только не надо поста и молитвы этому монашество все придумала и придумала это по наущению сатаны как говорится Это черта рогатого. Пост и молитва неприкасаемая во всей обстановке. Посмотри у меня какой котик. Сфотографирую его. Это он не больной. Он очень пушистый и у него вот это вот как потник. Ничего не могли снять. И батюшка помог его остричь. И вот сейчас начинает пробиваться уже несколько дней. А котик хороший. Ласковый такой. Вот он какой. А как смотреть? Да что он такой страшный? Ну он страшный то из-за того что сняли с него наполовину. А это красавица. Тварь всякая от Бога. У меня все такие как бы все греховные. У меня просто нету как бы это ну старания что ли молиться Богу. И иногда я вот честно скажу что бывает что ну я просто беснуюсь и даже ну как бы и Бога против Бога говорю. Ну понимаете. Это сатана уже. Это ну а потом уже сам думать что я делаю это вообще уже это ну начиная как бы это ну. Вот это выпивка и все остальное. Исключить не прикасаться не заходить ни в магазин никуда. Даже близко не заходить. Вот тебе идти на работу допустим идти мимо магазина. С сегодняшнего дня никогда не ходи. А квартал обойди. Выйди маленько раньше минут на двадцать. Обойди квартал. Если у тебя была жена прелюбодейка ну женщина не мрачные связи какие-то и Бог тебе открыл глаза на этот грех. По тому месту даже не ходи. Не отвечай. Телефон в черный список занеси. Ей скажи не подходи. Не я не разговариваю. Я к примеру говорю. К примеру. Любой грех так. Не надо даже прикасаться. Написано. Евеон Адам говорит ты не прикасайся. Хотя Бог сказал не вкушай. Не прикасайся. Бог не говорил. Но он видимо видел что она потянулась. Он сказал не прикасайся. Зачем? Беги из этого места. Есть грехи против которых надо бороться. Есть грехи которые нужно держать оборону. А есть грех с которым нельзя никак бороться как только бежать от него. И написано бегайте благодеяния. Только да я знаю я теперь верующий я пойду я ей буду говорить я обращать буду. Она тебя обратит под одеялом. Она тебя будет обращать. И ты поплыл. Я говорю ты же говорил обращать. Ну не знаю дверь не закрыл я сидел занимался библию читал. Слышу кто-то меня обнимает эта соседка зашла и я впал в лут. У него дверь открыта рот открыты мозги открыты. А ты заприс на все замки десятки раз спроси кто. И громко скажи отойди от меня сатана ты мне соблазн. Отойди. Не бойся никогда сказать. Смело в глазах. Вот начинай. Да я не могу. Вот мне подарки тут принесли. Что-то поесть пирожки. Я отказаться не могу. Ноги чтоб не ложила. Брось собакам все. Ни от кого не принимай ничего. Я сам то принимаю. Когда жены нет там сестры готовят. Но у меня другая ситуация. Я экономлю время. Ну двоим разрешил. Больше нет. Остальное сделала что-то съешь сама. Я не принимаю. Я не разрешал. И те которые готовят. Мне допустим. Сначала позвони и благословись. Да я уже начала готовить. Все. Сегодня тебя не будет. Я сам сготовлю. Нет благословения на это. Будьте строги. Женщина любит строгость. Как Ева говорит. Я заговорю. А они не верят. Неужели с ней заговорил. То есть они будут внимать каждому слову твоему. Вот это что богохульные мысли приходят. Это страшно. Ну молитва и пост. И это еще не беснование. Это сатана только подходит. Ты не крещишь. У тебя есть раскаяние. Это означает что ты не похулил Духа Святого. Где похулили Духа Святого. Там раскаяния нет. А ты каешься. Что называешь. Потом отойдет я. Видишь ты не мужественный. И говоришь. С постом. Посты то соблюдаешь? Ну. Так все. Не надо ничего говорить тогда. Если ну это значит уже что то есть там. Когда человек я говорю. А ты во сколько встаешь? Ну по разному. Я не знаю. Что то по разному. В 4.40. Твердо стой на этом. В 4.40. Ну а бывает я поехал там другой поезд часовой. Я лещу на самолете. Приземляюсь в Нью-Йорке. Часовой поезд на 12 часов праздниться. Но я у них встал в 4.40. Понимаете. Это Бог. Но вот я попал в тюрьму. А там лампочка горит. День и ночь. Там день и ночь. Бандиты вокруг ходят. Я ложусь в свое время. Спросил на скамейке. Никто не будет. Можно лечь? Да ложись отец. Все знают что я уже верующий. А уже день прошел. Я стою в 4.00. Там не в 4.40. А в 4.00. А к этому времени затихают в тюрьме. А подъем в 6.00. До 4.00. 6.00. Два часа. Я холодной водой. Сон сгоняю. Голову. Как вот вы говорите. И дальше начинаю молиться. А они утром ставят. Ой отец. У вас царский сон. А у нас сна нету тут. Ну они булгачат. А я для себя тяну. Все в натяг. Я вот и лег. Ладошку подложил. И даже ни разу не пошевелились. Шевелкой укрылся и все. Надо тело свое держать в строгости. В холоде. В недоедании. В недотапливании. Это очень здорово для человека. Судя по моей жизни. Я давно уже должен уйти из жизни. А я спрашиваю чем болеешь? Я не болею вообще. А как? Ну болеет коленка. Не дается согнуть. Так это не болезнь. Это естественно. Старость. Корсти изношены. Меня в морозилке держали. Руки выкручивали. Что спрашивать то? Ну я сам ложку подношу. Камера трясется в руках. Ну ничего. Глаза мертвы. Я вижу где вы сидите. Мне холод много помог. Я в жизни. Холод мне в жизни много помог. Да. У меня как бы я из селения сразу получал прям вот такую ночь в родниковую воду. Ну купили там это православие у нас. И чувствую что это. Ну правда у меня потом начало это. Пить и осталось это. Ну. После воды холодной да. Согреться. Ну как бы это. У меня на этом то и у меня развилось это. Значит алкогольная. Барашка. Все что содержит хотя бы один градус как кефир не принимайте. Перейдите на естественные продукты. Строго придерживайтесь православных постов. Никогда нигде не изменяйте. Написано растительное масло. Возьмите. Нет. Нет. А когда написано вино где то обойдите. Это не обязательно. Только разрешено. Я вот не беру в рот вообще. И мои друзья кто. Никто ни грамма не берет. Почему. Не потому что грех. Потому что много пьяниц. И на одного будет меньше если я не буду брать. А потом я рассуждаю так. Ума и так не хватает. А выплю совсем дурак. И все кончилось. Сдохла собака. Так. Остается в силе мое предложение пойти вам вместе к отцу и Акиму рассказать как мы беседовали. Беседу кратко изложить. И чтобы он его исповедовал к нему сходили то. Я лично не вижу у него препятствий к крещению. Все выглядит не так как мне рассказали. У меня только эта память. Ну плохая честно вам скажу это. От моей жизни конечно греховная. Бурная. Это. Ну я читаю. Стараюсь читать это. Ивангелие. Ну как бы прочитаю мне как будто это. Как будто не читал. Начинаю опять читать. Ну главное выпиваете во первых. После каждой выпивки. Там отмирает. Я сейчас не знаю. Семьсот что ли. Тысяч клеток. Тысяч клеток. В мозгах. Это. Уже не восстановили его. Истеряется. Остановиться. Но самое главное что поражает разум это блудная жизнь. Мозг буквально продырявлен весь. Ничто так. Это Аполлос говорит великий. И поэтому. Ну а что теперь сделать. Сделать ничего нельзя. Но на этом закрепить что у тебя есть. Ты дорогу домой находишь сам. За руку не водя в туалет. Благодари Бога. И что у тебя есть. И все время читай. Раз забываешь дырявый сосуд. А я буду считать несмотря. Не понимаешь. Говорит. Сатана понимает. Ему это. Да считай. Четко. Ясно произноси. А может видишь. За стеной какая блудница. И обратиться. Как у Германа Евдокия. В гостинице. Он где то там. Наверное. Ночевал. В общежитии. В гостинице. Так. У меня все. У вас есть ко мне вопросы? Не знаю. У меня Тихон Дмитриевич отец был. А вы Сергей Дмитриевич. Да. У меня вопрос. Да. Сергей Дмитриевич. Если к нему приходит. Помысел какой нибудь. Он может кому-нибудь обратиться. Спросить. Что мне делать в этом случае. Я еще раз сказал. Идите к священнику. Я другого не могу сказать. Я высчитал это в Евангелии. И Господь отсылал. Иди покажись священнику. Все. Ну избери. Такого. Чтобы он разбирался. А не просто так. Златоуз говорит. Избирай пастыря. Не избери волка. Хотя есть и лютые волки. Поэтому помолись. Бог даст. Пьянки это. Я у батюшки попросил. У священника своего. Который исповедует. Чтобы он наложил мне аппетимовую поклоны. За пьянку. Чтобы я. Ну. Перестал пить. И каждый день. Как бы. Выполнял аппетимию. А сколько вы выпиваете. За раз. Двое за. Главное то. Не сильно. Ну. Первый. Если я выпью. Половину. Ну. Бутылки две. Больше я не могу. Я болею там. Ну. Для меня это тоже. Если пьянство. Человек отлучается на два года. Отлучается. И питью у батюшки не надо выпрашивать. Вы сами на себя наложите. Вот. Выпил водки. Допустим. Немножко. Наложи на себя питьюню. Три дня в рот не возьму воды. Ни квасу. Ничего жидкого. И ты его увидишь тогда. Тебе вода будет такая вкусная казаться. Вот где-то что-то молосное. Ну. Решил. А я не буду даже вообще есть. Да наложи. Вот тут надо священнику пойти. И скажешь батюшка. Я решил строгий пост. Не пить. Не есть. На неделю. Вот что священник скажет. Тут надо благословиться. Больше трех дней на себя не берите. А пойдите к хорошему священнику. И берите. Но не все же такие. Которые не верят в Бога. Есть же и верующие батюшки. И ему это расскажи. И скажи батюшка. Вы меня благословите на это. Он скажет. Нет. Тебе это трудно сейчас. В вашем возрасте. Больше трех дней не разрешаю. Вот так он может сказать. И ты не наруши это. И работай в это время. Не прикасайся к пище. И ты увидишь. Тебе уже не до этой. Что ты брал там где-то. Сладости. Сухарик такой вкусный будет. Стаканчик воды такой приятный. Это я. Знаю. Три дня не ел. Мне там потом хлеб мёдом казался. Хотя я не знал. Ты просто так сказал. Как-то один пакости делал. Преподаватель в университете-то. Ну просто пакости. Приходим. Они допустим аудиторию. Они берут два часа. Так и называется. Пара часов. А за ними я прихожу. Аудитория за мной закреплена. Я в университете веду занятия. Ну я пришёл. А он. Я его не знаю. Вижу. Я подошёл. Говорит. Вы не сдавайте на вахте часы-то. Эти часы-то. Ключи-то. А мне сразу передайте. Он вот так вот отломил руку. Вот вам. По локоть руку отломил. В русском языке это что означает? А тут люди. Женщины то другое. Я напешил. Ну ключи-то он домой-то не понесёт. На вахте сдал. Я пошёл. Получил. Да ещё обругал. Ну я пришёл домой. А у меня очень близкие отношения с ректором университета. С академиком. Я пришёл. И говорю. Владимир Васильевич. Вот такой. Да вы что? Это в моём университете? Да кто же это такой? Придите завтра. Корябала. Вот. Я пришёл. А он зама своё мой говорит. Разберитесь. Он пошёл. Эти учителей-то. Не учителей. А там кто? Деканы там. Кандидаты наук. Он поплыли когда. Я говорю. Вот этот. Он его остановил. Так он говорит у нас по совместительству из другого института работает. По экологии. Да мы его сегодня же выгоним. Я говорю. Зачем? Я не хотел этого. Ну. Я говорю. Тогда вызовите. Мы побеседуем. Что он ко мне имеет? А ему то сказали. И слова ректор. Он понял что расстался. А я возьми когда-то отвели нас в отдельный кабинет. А я ему говорю. Знаете. Есть такая пословица. Я говорю. Первая жена от Бога. Вторая от людей. А третья от чёрта. Откуда вы знали что у меня третья жена? Я говорю. Я не знал этого. Я просто пословицу вам сказал то. И вы его дважды трижды сделали. Я говорю. Ну там я к месту прилепил это дело. Он. Да простите. Я то другое. Я ректору тогда говорю. Он просит прощения. Я говорю. Может не надо его. Да они все такие. Подлес там такой. Там начал его где-то. Я начал. Мне уже жалко стало. Я давай за него заступать. Оставь его. Да он теперь так и не. И он правда уже никогда нигде не восставал. Ну и мне необходимо было всё-таки дать понять. Я ему не давал повода со мной так разговаривать. Ну и чего ради то? А там главный редактор газеты их. А она близкая мне. Её сын. Крестник моей жены даже. Ну я сказал ей. Она до того удивилась. И напечатала большую статью. Но не указала фамилию. А просто так. И эта статья кажется у меня. Для слова Божия не тут. Я её поместил. Ну и видимо это его так там продрало. Да видимо позвонили в тот где основной у него институт. Ну и он встал на место мужик. Притом повода никакого не было. Никакого. Просто я верующий. Он не верующий. И всё наладилось. Ну а можно было сказать. Простоять промолчать голову. По монашески пошёл. Меня спрашивают. А как вот когда нападают на вас. Как вы ведёте. Я говорю на один удар. Я отвечаю серией ударов. Я боксёр. Я поставлю его на место. Почему? Потому что я не давал повода. Это моя деловая репутация. От того как я выгляжу перед людьми. Зависит от того как они будут слушать. Мои слушатели. Студенты там. У меня сидят там и сотрудники ФСБ. Краевой администрации. Полную аудиторию. А он меня выбивает из колеи. Он не меня бьёт. Он бьёт по моему преподаванию. По слову Божьему. Детский лагерь когда они были. Я на всех подал в суд. И Господь заступился. По своему поступать не надо. Выпросить у Бога. Вот. Я то что вам говорю. Это я говорю только из своего опыта. А может более опытный кто-то. Он в каждом вашем действии увидит сатану. И начнёт вас сейчас под эпидемию ставит. Но у вас нет пены. Вы не падаете. У вас есть раскаяние. То есть я нахожу очень веские доводы. Что надо пойти к священнику. К опытному. Ну опытный священник. Скажу. Мой брат. Он там допустим 36 может лет протоиерей. Он был наставитель Тобольского храма там в Тюмени. И он не пьяница. И не крохобор. Он орешек много держит. Он пастырь. У него всё есть. За деньги он не крестит. Но ничего этого нету. Так по всем православным меркам он безукоризненный пастырь. И его кандидатура была выставлена на епископа. И ни одного замечания. Ни от кого не было обычно. Кого выставляют. Ну допустим одного епископа. Бывает 3-5 человек выбирают. И на всех. Что-то где-то за ними есть. А за ним ничего нету. И его кандидатура осталась быть на епископа. А я восстал. Я говорю. Ни под каким видом не соглашаюсь. А тут епископ приехал. И давай уговаривать. Что же вы против. Ну представьте что епископом. Это не его. Я знаю его. Он брат мой родной. На 5 лет моложе меня. Я его хорошо знаю. Это не его должность. Я вот. Я не священник. А меня давно уже епископом поставили бы. Но это не моё. Я печник. И сторож. Я нахожусь внизу социальной лестницы. И мне там уютно и хорошо. Вот я вожусь с детьми. С заключенными. С пьяницами. С наркоманами. С мусульманами. Вот это моя. Стихия моя. Как Зоя Крахмальникова говорит. Для Игнатия трибун. Это стихия. А я говорит. Книжный червь. Писать. Она пишет статьи. Здорово писала. А мне. Главное это кафедра. Не важно где. На холме я стою. Как возле вокзала. Она же проповедовал. А там почтовые тележки. Длинные такие. Подкатили тележку. Чтобы я встал дальше. Как Ленин на броневике. А там уже побежали в милицию. Жаловаться. И милиционер подходит. Так. С чем занимаетесь. А я обернулся к нему. О. Извините пожалуйста. Повернулся и пошел. То есть у меня. Как раз то везде все схвачено было. Я во всех отделах милиции. Вел занятия. Я ничего не нарушил. Извините. До свидания. Ну а эти сели. Было в вагоне. Ехал так же. Я проповедовал. И один. Ухватился. Начал приставать. Баптисты тут. Пропагандой занимаются. Пошел и милиционера привел. А сам выпивший. Милиционер зашел. И сел. И слушает. А мужик то ждет. Когда он меня арестовывать будет. А ничего нет. Он тогда этот мужик видит. Обстановка изменилась. Он там лимонад купил. У тебя уже и горло пересохло. На. Выпей. А милиционер. Сядь на место. Пока я тебя не нашел. Нет. Я ничего. Он его привел. Чтобы милиционер меня охранял. Так интересно. Богу когда доверяешься. И это было в Третьяковской галереи. Такая в Москве. Там картина знаменитая. Ну и там есть иконный зал. И он идет. И тупиковый. Надо этим же коридором возвращаться. Обычно идешь с одного другого. Там выйдешь где-то в фуговую. А тут нету. А там иконы. Я начал объяснять. А у меня там Одесси эти были. С Одессы. А люди другие. Вторые. Третьи. А большая комната. И набилось битком один к одному. Как селедка в бочке. Ну и что там. Сообщили. Служители кричат. Кто там. Что там. Не могут пройти. Они милицию вызвали. Милиция пробиться не может. Но кое-как. Людей-то растащили. Милиция меня подождала. Вы чем тут занимаетесь? Ничем. Я иконы смотрю. Я вот билет купил. Одну. Стой. Да. Уходи. Уходи. Господи Иисусе Христовский. Заходи скорей. Божий милый. Будет выпадение. Гриб? Поечество. Б��о трусное поколение. Поечество. Чы, поя.